Ребята, поздравляю вас с победой, достаточно неожиданно, я так понимаю, для многих, потому что другие были фавориты, Назаров Стопчук, Кисиля Стопчук. Ну, ваши впечатления, да, собственно, после гонки, тяжелая гонка, как обычно, тысяча по-другому не бывает. Да, очень позитивные эмоции. Мы рассчитывали на призовые места, но получилось победить в этой гонке. Очень сильный попутный, то есть встречный ветер. Моя задача была на этой дистанции удержать лодку. У меня это получилось сделать, и все, в общем, сложилось для нас очень хорошо на этой гонке сегодня. Да, ну, мы поставили себе задачу, и я считаю, что мы с ней справились, даже перебороли себя, сделали все для того, чтобы выступить хорошо. Потому что нам не главное было победить изначально, нам главное было хорошо проехать, не съехать с дорожки, потому что плохая погода. Ну, довольно-таки неприятный это встречный ветер, и тем более правый встречный ветер. Для двойки это тяжело урлить, тем более, что напарник у меня еще не очень опытный в этом деле, но он с этой задачей справился более чем правильно, более чем нужно. Успешно. Успешно, очень успешно. Мы довольны. Мы сами не ожидали такого результата. Спасибо тренеру, который нас посадил. Кто тренер? Ну, мой тренер – это Олег Горыч, у него Андрей Андреевич. Марио Горыч. Тренировал нас здесь Дэм Ягьяевич, тренер сборной, юниорской сборной. Он нам подсказывал, все нам говорил, как надо, как не надо, что лучше, что не лучше. И я считаю, что мы справились со своей задачей. Тренер довольный. Спасибо всем, кто подготавливал нас к этой гонке. И будем еще бороться, будем еще стараться. У нас еще четверка отборочная на Европу и на мир. И я буду в одиночке выступать, и Илюха будет в одиночке выступать. Будем бороться, будем себя показывать. Не ожидали, конечно, такого результата, но мы очень довольны. Я думаю, что и тренера тоже довольны. Ну, давно сидите здесь? Мы на этом сборе выходили, получилось так, что очень мало, всего лишь два раза. Два раза выходили, да, наши соперники. Двойка ехала не очень, потом буквально за пару дней до соревнований она огромно поехала, и мы решили рискнуть и выиграли эту дистанцию. И риск оправдался. Для вас это вообще какой-то дебют, да, в двойке, я так понимаю? Да. Да, мы раз пробовали, не получилось. В этот раз решили еще раз попробовать, и в этот раз она поехала лучше. Да, и получилось. Сразу первый раз, когда мы перед клубком пробовали, то тренер был недовольный, мой тренер сказал, что так не надо, не надо, попробуем другую двойку, а потом сели, и все получилось. Постарались, поработали, над ошибками поработали, над рулежкой Илюха поработал, и все получилось правильно, все получилось так, как нужно. Результат позволяет рассчитывать на участие в Европе и в мире? Ну, я еще не знаю, не смотрели мы, там модульное время надо было показывать, но мы еще не видели, какое время, какое надо. Я же говорю, мы рассчитывали просто проехать, показать себя, как надо, но максимальный, такой, как таковой результат, не рассчитывали. Получилось, и по времени не знаю, я думаю, что попали, мы туда отобрались, так как погода была плохая, и я не знаю, как там будут рассчитывать, но я думаю, что получилось, отобрались, первая лодка все-таки едет на мир Европы представлять. Я не думаю, что будут какие-то еще другие. Модель надо было показать, но я не знаю, не помню, какое там время, и не видел, какое мы сейчас, за какое время проехали. Но я думаю, что мы первые как, первые и первые, значит, должны попасть, поехать. Задача на нынешнем соревнованиях в одиночке еще ставится, или больше все-таки команды? Да, мы еще планируем одиночку, 500, я планирую, планирую еще выиграть на 100-метровую дистанцию, и еще мы планируем четверку, 500, тоже отобраться. Но там нужно еще показать модульное время, как получится. Искали, что если не покажем, то никто не едет четверо. Ну, планируем, что два года будет там сопутствовать. Аппетит такой, приходит время еды, да, уже хочется все выиграть? Да, 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 так и есть. Когда первую гонку выиграешь, получаешь такое удовольствие, и получаешь больше уверенности, и поднимается своя планка уверенности, и тогда больше хочется, больше ставишь от себя, больше задачи, больше от себя требуешь. Так же самое у меня, у меня одиночка, 500 будем бороться с Илюхой, тоже за попадание. Будем бороться с Шкарнегой Андреем, будем пробовать, как оно будет. Ну и четверка, конечно же. Основная задача была вообще четверка, но получилось так, что основной у нас стала двойка сейчас. Но не будем отпускать четверку, будем бороться, будем все бороться. У нас нет другого выбора. Для того тренируемся, чтобы бороться на дистанциях и показывать свое, показывать то, как мы можем, то, что мы можем, и будем, думаю, будем представлять Украину на международных соревнованиях, и там будем показывать, как мы можем и что мы можем. Спасибо, Ставида Шорченко. Спасибо большое. Спасибо. Разошлись не на шутках.